До Дня Победы осталось меньше недели. Город готовится к 9 мая. Представители администрации города посещают ветеранов и поздравляют их с праздником. 18 лет было Геннадию Барабанщикову в год начала Великой Отечественной войны. Он только закончил 10 класс, уже на третий день был отправлен в летное училище в Курск. После его и других солдат перебросили в другие населенные пункты. После ранения был отправлен на отдых на автозавод имени Горького. Это отдых как? Работали по 12 часов, а в пересмену 18. Потом служил на лидере эсминцы, а затем в отряде легких сил на эсминце «Резкий». Там и встретил Победу. После окончания войны Геннадий Барабанщиков продолжил службу вплоть до 50-го года. Встретил свою супругу Просковью Дмитриевну. Вместе они уже 47 лет. А в 93-м году приехал в Междуреченск. Работал в Томусинском автотранспортном управлении. Сегодня он на заслуженном отдыхе. Накануне Дня Победы семью посетила председатель Совета народных депутатов Ольга Шахова и школьница. Поздравили и Александра Исавнина. На момент начала войны ему было 16. Через два года его призвали в армию. Он награжден Орденом Отечественной войны, медалью за боевые заслуги. В свои 92 он продолжает активный образ жизни, гуляет с любимой собакой, выезжает на дачу. Сегодня в Междуреченске 590 ветеранов. 30 из них участники войны. К сожалению, с года в год наши ветераны уходят из жизни, их становится все меньше и меньше. Поэтому, конечно, вот это вот общение, приходим лично, разговариваем, смотрим, беседуем. Дарья Гречанникова, Михаил Чеканов, Новости Плюс.